Добрый день, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своим рецептом фалафеля. На самом деле, есть люди, которые делают все из, в принципе, настоящего продукта. В данном случае я делаю из готовой смеси. Уже готовый микс бобовый с сухой зеленью, который, в принципе, он находится в таком пакетике, как вы можете наблюдать. По рецепту нужно смешать один стакан такого микса с половиной стакана жидкости воды. Но я немножечко больше воды добавляю, это позволяет гороху лучше разойтись. И он легче как-то, мне кажется, слепляется, тогда более кашица однородная получается. Мы смешиваем два ингредиента, воду и микс. Можно руками, но, в принципе, он и вилкой хорошо мешается, получается, как вы видите, такая кашица. Мы даем ей постоять 10 минут. Затем мы выкатываем шарики руками влажными, нагреваем, накаляем сковородочку или, допустим, небольшую кастрюлечку с маслом. И понемногу выжариваем с каждой стороны там по полторы минуты, пока они не станут такими темно-коричневыми. Они даже немножечко так раздумываются и потрескаются слегка. Могу, такая рекомендация, не делать большие, сделать их более мелкими. Тогда их будет удобнее кушать и больше штук сможет залезть в одну питу. Пита – это лепешка, с которой принято, в общем-то, их есть. На самом деле внутрь вы ложите немножко хомуса, немножко тхины, салаты. Можно соленый огурчик, любые другие солености, острые перчики. Все это так поочередно выкладываете. И, в общем, все вместе это кушаете. Достаточно плотный и питательный, может быть, обед или ужин. На самом деле детки любят. И от одного раза в неделю ничего страшного не произойдет. Многие считают, что это джанк, но я так не считаю. В общем, мне кажется, есть это, чем что-либо другое. Поэтому приятного аппетита! Кушайте на здоровье! Продолжение следует...